Я хочу представить своего сегодняшнего гостя. Это владелец Hedonism Wines, предприниматель Евгений Чичваркин. Здравствуйте. 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 Я не брала у вас интервью с начала войны. Брала их весь год, мне кажется, накануне. Вы были частым гостем Дождя. Если можно, я задам вам такие немножко типичные вопросы для тех людей, с которыми мы так долго не разговаривали. Вы были среди тех, кто прогнозировал то, что случилось? Нет. За два дня уже мне было понятно. А до этого мне это казалось абсолютным абсурдом. И я думал, что Путин просто надувает шоки. Что ты хочешь от Запада, что он так торгуется. Как вам кажется, почему такое количество опытных прогнозистов, политиков, бывших чиновников, людей, которые работали во власти, имели представление о логике, психологии Путина, ошиблись? Ну, не захотели, не захотели разобраться. Это было страшно представить, насколько, какого кровавого упыря Россия позволила почти уже четверть века на посту. Не хотелось верить. Просто, мне кажется, так защитные механизмы психики срабатывали. Как вы технически живете эти месяцы? Вот с 24 февраля, с момента, когда вы поняли, что случилось, сколько времени душевных, интеллектуальных сил война занимает у вас лично? Ну, первые пару недель, конечно, выбило из колеи очень. Как пел старина Луперкаль, мерзли в бессмысленных митингах, потом сели на грузовичок и поехали лекарства возить. И продолжаем это делать. Это психологически просто, ну вот, как для наркоманов рехаб, так и эта деятельность, она очень здорово психологически лечит, душит, по факту. У нас вот сейчас мы делаем, мы собираем, делаем гипербуржуазные ужины такие с билетом в 10 тысяч евро на Лазурке и в Лондоне в 10 тысяч фунтов, и все эти деньги идут на лекарства. То есть мы, по сути, сейчас две трети ужина мы продали, который будет 24 февраля, и после этого, если все будет, не будет каких-то экстремальных военных ситуаций, и мы поедем с этим совсем в Киев. Вы говорите про грузовичок в буквальном смысле, то есть вы физически собираетесь и ездите в Киев. Расскажите об этом немножко. Это будет 13-й или 14-й грузовичок, а тот, который я сам за рулем привез, это будет 4-й. Ну, надеюсь, что будет 4-й. Ну, когда там что-то дорогое, редкое, я стараюсь сам. Мы собираем, то есть у нас нет никакого фонда, никакой структуры, никакого счета. Мы даем гостям оплатить часть инвойсов, либо перевести деньги непосредственно в Украину, в Витчуй, Тат и Кеплер. И они там, ну, они компания с высокой очень репутацией, с очень хорошим именем, доверием еще с 14-го года. Занимаешься поддержкой, именно медицинской поддержкой армии медицины и тактической медицины. И вот сколько мы, я не знаю, несколько миллионов уже, наверное, собрали и направили сайт. 24-го числа в Уиндзоре будет ужин. На моем инстаграмчике есть пост, где с ножом, и там все подробно описано. Если будете в Лондоне, то приходите. Это будет очень вкусная, эстетическая компенсация за ваши данные. Если вы были в Украине в последнее время, расскажите о ваших впечатлениях, вообще, что вы видели? Сейчас не так много людей оказывается в Украине. Первый раз я был в июне. Это был достаточно пустой Киев, Киев оживающий, полон надежд и какой-то... Ну, то есть были тревоги, но они, слава богу, никак не были реализованы. Люди возвращались, то есть это было такое настроение. А по дороге было огромное количество блокпостов, проверяли, останавливали, то есть действующих блокпостов. Реальных было очень много. Дальше осенью видно было, как народ уже... Киев уже был полностью живой, пробки, рестораны заполнены. Но настроение, наверное... Настроение, безусловно, абсолютно боевое, но усталость, наверное, такая уже чувствовалась. А мы были когда вот зимой, блокпосты сняли, большинство, ну, в них нет смысла. Там, в районе Львова, на въезде в страну, есть еще перед въездом в Киев, уже нет никаких тотальных проверок, пробок и так далее. Но, конечно, когда это все без света и шум генераторов, вот этот треск стоит, это мне напомнило и мою поездку в Индию в 2002 или 2003. Вот, когда выставлены эти генераторы, этот мерный треск, в общем, погружает тебя в совершенно другую атмосферу. Я в тот день, когда летел в Жешу, начал читать «Благоволительниц», когда как раз вермахт вошел во Львов и позволил произойти этой резне страшной. И там как раз в армянском храме прятались евреи, и я ночью просто туда добрел. И под треск в темноте, под треск генераторов, это, конечно, ну, меня перекрыло капитально. Ну, то есть это было просто дышать невозможно в какой-то момент. А потом собрались и поехали с утра в 5 утра, потому что у нас была другая цель. Скажите, а вам страшно, когда вы едете в Украину, просто физически, вам неприятно находиться в стране, которую обстреливают? Или вам, наоборот, вот это деятельное участие придает силы, адреналина и вообще какой-то надежды? Мне страшно было на стрелке в 97-м по поводу нашей маленькой компании, которая была между какими-то мелкими пацанами, которые представились как солнцемские. Ну, тогда там очень много было низовых инициатив, так как их глава погиб, по-моему, в 94-м или 5-м и между дагестанцами. Вот. Вот то было страшно. А это здесь шанс, что что-то произойдет, гораздо меньше. Но если написано обережной мины, ну, туда не нужно ходить, справлять нужду, если вдоль дороги написано осторожно мины, туда просто не нужно ходить. Насколько я понимаю, не каждый человек с российским паспортом, секс с российским паспортом чувствует себя в Украине как бы нормально и вхожим, да? Ну, понятная ситуация. Я понимаю, в общем, как сложились эти обстоятельства. Вы приезжаете в Украину, чувствуете ли вы на себе настороженность? Как вышло, что вы можете все-таки приезжать в страну? Расскажите немножко об этом. Мне поставили украинскую визу, уже далеко не первую. У меня письмо от подписанных заложенным, письмо от Министерства здравоохранения, то, что я занимаюсь. Плюс, ну, самое основное, мой паспорт, это моя репутация. Настороженности от русского языка в Западной Украине нет. Я с ней не встречался. Ну, я понимаю мову на 85%, но отвечать не могу, как собака. Вот, но не свина сама. Вот, но я никак по-другому там на заправке, что мне нужно чай, кофе, булочкой до полной заправить. Я по-другому объяснить не могу. Поэтому говорю на русском, мне отвечают на украинском. Вежливо, доброжелательно. Там, где, понятно, больше смотрят Ютуба на русском, там узнают, там вообще принимают как родного. Где не знают никакой предвзятости, я на себе не ощутил. А, безусловно, я знаю истории, когда на людей смотрели посты, сзади реплики бросали. Со мной такого, и с моим товарищем такого не происходило. Безусловно, когда мы едем и там останавливают блокпост, ты говоришь на русском, смотрят документы, проверяют, проверяют номер письма, а просят открыть, потом уходят у них, достаточно прикольно все оборудовано. Они всю информацию по тебе видят. И после этого, добро пожаловать, слава Украине, давайте сфотографируемся. И в основном заканчивается практически объятиями. Это заменяет часы у психотерапевта, либо сутки и много суток в психиатрических лечебницах, горы таблеток, мантр, йога-тренингов, стояние на голове, купание в холодной воде. И вот это все. Эти слова благодарности полностью нивелируют вот эту пропасть, которая создана была год назад Путиным и его военщиной. Скажите, вы сталкиваетесь с человеческими историями в Украине? Люди вам рассказывают о себе, о том, что они переживали во время войны? Или это просто не тот формат? И там, и здесь. И Тата зачастую рассказывает, потому что она ездит в далекие селы, и села на линии соприкосновений, маленькие кудара, где вообще цивилизации уже не было. Год ни воды, ни света, ни медицинское обслуживание, ни школы, ничего, вообще ничего. По этим свидетельствам, я не знаю, можно снять энциклопедию трагедий на самом деле. Насколько я понимаю, также свидетельства собирает Верзилов, который сейчас в Ахмуте находится. Это тоже будет, мне кажется, достаточно важное. свидетельства, которые не будут... Ну, там, так или иначе, это так работает психика, когда ты на чьей-то стороне, ты все равно невольно какие-то факты не видишь, а какие ты пытаешься приукрашивать. И то, что он рассказывает, это жутко. Ну, наверное, очень правильно, что есть взгляд еще чуть-чуть иного угла, нежели официальная там статистика, официальные данные, потому что, безусловно, украинское общество все сплотилось вокруг идеи победы, и мнения очень поляризованы, во время войны нет свободы слова, и, может быть, ей не особо место во время того, как тебе в дом рвутся и на тебя напали, может быть, сейчас... Она должна быть, но, может быть, в этот момент она не очень уместна. Отчасти, да? Отчасти. Ну, вот так или иначе, очень важно, что эти все свидетельства, они есть, будут, будут описаны. О геноцидах мы знаем по свидетельствам. Почему так долго там, например, армянам пришлось доказывать геноцид армян, потому что было очень мало свидетельств. И во время уже относительной возможности цивилизованное свидетельство записывать, мы знаем там гораздо больше о войне во Вьетнаме, и в Балканской войне и так далее. Что для вас стало открытием этой войны? Я не знаю, открытие в людях, которых вы встречаете там, возможно, в представителях власти, в политическом контексте, который перед вами открылся. У меня, например, очень много соображений новых по поводу украинских политиков. Я родом из Украины, собственно, жила там 20 лет и в каком-то смысле там следила, долго следила за развитием событий. Но вот поведение нынешней власти как-то для меня большое открытие, а для вас? Ну, открытие, я надеюсь, с положительной стороны. Да, для меня да. Для меня да. Я много говорила в эфире о некотором феномене политическому президента Зеленского, о его пути и о том, как проявляет себя человек, ну, если так можно выразиться, без такого очень долгого политического опыта в совершенно экстремальной ситуации. Это уникальное наблюдение для меня. Да, безусловно, безусловно. Хотя, опять-таки, объединяться вокруг идеи, это больше некое такое свойство московского княжества или там Орды и так далее. Для Украины, как вы знаете, это не очень свойственно. Если посмотреть украинскую политику, это каждый за себя, это все друг с другом недовольны, никто почти друг с другом не дружит. И вот где-то у одного из политиков украинских я видел огромный шарж на раду, где все друг с другом дерутся, кто-то смотрит порнуху, кто-то нюхает, кто-то... Вот этого всего практически нет. Сейчас все выстроились вокруг идеи. Наверное, чтобы победить Орду, нужно взять хотя бы на время этот уклад, когда все подчинено одному стремлению. Это не свойственно Украине. Наверное, как только война закончится, все придет в такой... В движение. В индивидуализм. В движение, в индивидуализм, который, наверное, вольницы больше свойственен. Ну, будем посмотреть. Да, они в целом молодцы, несмотря на то, что вот даже сейчас это не от хорошей жизни, когда приходится огромное количество делать назначений и смен людей. Это, видимо, крайняя необходимость, потому что, наверное, это не самое приятное, то, что ты можешь делать во время войны. Это делать, пытаться что-то реформировать на ходу. Вот, безусловно, самый большой враг у Украины не Путин, а внутренний Советский Союз, это коррупция. Безусловно, эта битва будет самой сложной, и предыдущим никому ничего не удавалось сделать, даже если были попытки, даже если были стремления. Я очень желаю, очень сильно желаю, чтобы, использовав те рычаги власти, которые аккумулировались в одних руках, есть, наверное, и еще какое-то время будет исторический шанс эту ситуацию переломить. И чтобы Украина стала самостоятельной, она должна получать инвестиции. Чтобы были инвестиции, там не должно быть такого чудовищного коррупционного поля. Я хочу немножко изменить тему и поговорить о России, о том, что происходит в ней, в каком-то смысле. Я на прошлой неделе делала программу о том, как чувствует и ведет себя российский бизнес, если так можно его теперь называть, о том, как, по моим ощущениям, и по каким-то крохам, которые удалось собрать от источников России, по моим ощущениям, он отстраивается от Путина. Ну, появляются какие-то новости о том, как это тот, то другой человек пытается либо отказаться от паспорта, либо сказать, что он теперь живет не в Москве, что он вообще не работает в РСПП, в правлении, как Усманов, или он отказывается от слова русский. Усманова уже не получится, я боюсь. Но он пытается, видите, пытается сказать, что он, даже он пытается сказать, что он не тут, хотя, казалось бы, целый фильм сняли о том, что он тут и всеми ногами. Но я глобально хотела вас спросить, насколько мои ощущения верны, и действительно, получается ли у кого-то отстроиться, и вообще, как себя чувствует сейчас российский бизнес, ну, как класс, если так можно сказать. Знаете, вы не были в России сколько времени? Я не была в России с марта. Да, вы хотите сказать, что вы не были. 14 лет. Но я никогда не была бизнесменом. А вы были. Надеюсь, это не в прошедшем времени. Да, простите, что я так. Да-да-да. Я думаю, что огромное количество бизнесов, так как страна больше изолировалась, закрылась, людей с деньгами, как бы эти деньги не заработали, там, чиновники, господрядчики, какие-то мойщики, вот, я не про полотеров, они особо не могут путешествовать, поэтому внутренний туризм, индустрия гостеприимства, медицинские услуги, я думаю, что там огромное количество, чем можно заниматься. Если у тебя большой бизнес, не получится дистанцироваться от государства, потому что у тебя обязательно в печени будет жить чекист. Вот, они контролируют все плюс-минус значимые потоки, даже незначимые, крышуют, залезают и держат нос по ветру, чтобы не было никакой зрады. Вы знаете, много украинских слов, я чувствую. Ну, так или иначе, все время же общаемся на ежедневной основе. Вот, и безусловно, если ты сейчас делаешь похоронный бизнес, вот, безусловно, у тебя будет просто очередь. Не будем указывать пальцами на всех тех, кто делает похоронный бизнес и появляется в сфотках. Почему? Давайте будем указывать пальцами, будете в Лондоне, можете часть этих денег потратить на благотворительные цели нашей инициативы. Я хотела, на самом деле, спросить вот о чем. Я читала о том, что вы делите все-таки бизнес на тот, который, ну, как бы, заработал при Путине и тот, который заработал вопреки Путину, да, и вы, например, весь при Путине. Путин уже 23 года, он весь при Путине. Нет ни одной кошки, там, или кто-то, или брошенный. Которая гуляет сама по себе, да. Из которой не родилась при Путине, да. Вот. Есть, которые благодаря, есть, которые вопреки. Вот. И даже вопреки это может быть большой бизнес, как Альфа Глуб. Верно ли я понимаю, что вы против санкций в отношении этого бизнеса и считаете, что санкции душат этих людей они могли быть полезными? Санкции должны быть против близкого путинского круга, против чиновников, кто работает в ВПК, всех, кто работает в ВПК, всех до единого. Кто работает в Росгвардии, в ментах, понятно, ФСБ и так далее. И ближний круг бизнесов и подрядчиков этих бизнесов. Там должны быть санкции жесткие, вплоть до аннулирования всех карточек, визы, мастер, запрет на транзакции, вообще полностью все. А вот как делить этот круг вот тех, кто вопреки за, ну, есть, понятно, а олигархи новые волны путинские. Используем презумпцию невиновности. Есть цифровой след, что ты за, вот ты, значит, за. Если нет цифрового следа, то тебя не должны прессовать. Презумпцию невиновности никто нет. А если ты, например, Роман Абрамович, и формально ты никак не участвуешь в ВПК? Так же, в сознании Запада ты человек из путинского круга, пусть и не путинской волны, а первой волны бизнеса. Я бы не вводил бы санкции против Романа Абрамовича. Если бы была на том моя воля. Слово Романа Абрамовича в данном случае это некое условное обозначение такого типа. Да, я так же условно и сказал. А подрядчики Крымского моста вот там много вопросов. Ну, если они там, грубо говоря, там выкачивают недры, часть недр под санкциями, часть нет, Газпромбанк как работал, так и работает, деньги туда приземляются ежедневно огромные, они, это путинский карман идет прямо на войну. О чем мы говорим? А простых россиян санкционировали бизнесменов просто по списку Форбс без разбора санкционировали. Вы говорите о том, что нужно делить чиновников, в смысле бизнесменов на тех, кто как бы должен быть санкционирован и тех, кто не должен. Я тут слушала страшно любопытное ваше интервью, которое вы дали Татьяне Филингауру о собственной жизни, такой нетипичный жанр. Очень интересные детали. Я долго слушала ваш рассказ про Суркова и про ваши какие-то старые отношения, когда он, очевидно, как-то за вами ухаживал политически, а вы тоже были заинтересованы. Я хочу спросить вас о том, в какой степени вы вините разных чиновников в том, что происходит сегодня с Украиной. Как вам кажется, нужно оценивать вину этих людей? Чиновник это тварь бессловесная. Он работает на государство, и государство идет в фашизм, он идет в фашизм. Приходит там Ельцин, все становятся демократами. Придет какой-нибудь левый, все будут говорить жри богатых. Вы не верите в самостоятельную волю хоть какого-нибудь российского силовика, чиновника, да? Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Они абсолютно безвольницы выбранным вот этим чувством какой-либо там собственной идентичности. Такого же цвета, как и все вокруг. Есть ли у вас ощущение, что в ближнем кругу у президента Путина, у Путина, есть люди, которые влияют на него как-то особенно опасно для нас, каким-то особенно опасным для нас образом? Поговаривают, что такие там ковальчуки или один из ковальчуков, что он влияет идеей изоляции и возможной войны. Но, мне кажется, Путин уже давно вырос в самостоятельную фигуру. изначально это его мысли и планы, а уже вторично те люди, которых он к себе приближает, с которым просто приятно, которые разделяют эту точку зрения. Я не думаю, что кто-то на него влияет. Ваша подруга Ника Пилоцерковская оказалась символом событий, которые происходят в каком-то смысле в России, направлены, несмотря на то, что Ника не внутри. Вы понимаете, почему она стала как бы мишенью такого рода репрессий? Почему выбрали именно ее? Кого она с собой воплощает? Что это вообще происходит? Мы как раз обсуждали с моей боевой подругой Татьяной, почему именно они с Невзоровым попали. Хотя говорят очень многие. Во-первых, у них у всех больше миллиона активных подписчиков и она как прародительница российского гламура одна из и имеет очень большое влияние на элиты. Ну, понятно, что больше, наверное, на женскую часть, но это все равно при скрытом матриархате российским это все равно много. я думаю, что вопрос в эмоциональной окраске от того, что они описывали. Потому что у меня те же кадры из Буча были выставлены в тот же день. Причем я их откопировал, я подумал, как лучше сделать, чтобы меня не снесли. Я их откопировал в BBC-шные кадры у Киры Ермыш. У Киры их не снесли, а у меня снесли, заблокировали Инсту. Из-за этих же кадров я пытался писать с воззванием к разуму, а они писали очень эмоциональные вещи. И Яшин первый и Никас Невзоровым попали вот как раз под вот эти статьи. Я думаю, что они могли именно эмоциями, которые перехлестывали и которые они не стали сдерживать, а я стал. Мы писали плюс-минус в одно и то же время, об одном и том же, потому что это нормальная человеческая реакция на чужую боль. Ну, такая нормальная. Я не дико, я не могу сказать, что я дико эмпатичный, но там это все перезахлестнуло, все, что только можно. Я про кадры из Бучи. Вот. Но на меня советская власть никак не прореагировала, а на них очень сильно. Потому что вы уже старенький враг, знаете, а не новенький. Ну, кто-то из них. Другая статья. Да. Или это просто разные подразделения отвечают за разные списки. Мне сложно сказать. Ну, в общем, я как раз хотела спросить, как вы оцениваете эту ярость, которую вызвала ваша подруга? Хороший вопрос у кого? У администрации президента, у силовиков? Кто эти люди, которые принимают решения? Ну, я думаю, что администрации президента указывают тех, которые больше всего влияют, больше всего вредят. Знаешь, что у меня просто слабое влияние, пока вот этот эфир не закончился. После него будет большое. Мне кажется, я вам уже описала свою версию в развитии событий, почему выбрали не вас. Это исключительно такой эмоциональный как бы выбор нового имени. Я хотела спросить у вас о ситуации с Алексеем Навальным. Сейчас идет кампания по освобождению Навального, его команда обращает внимание на ситуацию. Удивительная, мне кажется, очень удачная история с... если можно так вообще говорить об этом, коробка с ШИЗО, которая была поставлена в Берлине. Это очень наглядно и как-то вызывает чувства. Что вы думаете о будущем Алексея Навального? А, я не знаю, как спросить, о перспективах его освобождения вообще когда-нибудь? О том, как будут развиваться события в ближайшем будущем? Я... 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 боюсь. что-либо произносить. Я надеюсь, что он обменный фонд и его когда-то обменяют в ближайшее время на что-то. Вероятно, когда будет вопрос о мире и о том, кто с чем и с кем остается. Хочется спросить, на кого? Ну, видимо, когда-нибудь появится человек такого типа, о котором мы можем говорить, как о... не знаю, как сформулировать, о спарринг-партнере для обмена. Ну, так или иначе, я думаю, что была бы задача отловить. Можно российские и даже достаточно понятные упыри и все равно очень любят Запад и очень любят туда ездить. Поэтому при желании... Можно найти. Человек найдется. У меня последний вопрос. Я хотела спросить, есть ли у вас вообще хоть какой-нибудь в этой ситуации позитивный образ будущего, если у вас ощущение, понятно, не хэппи-энда с войной, но вообще какого-то позитивного сценария окончания войны и... Позитивного сценария... Позитивный сценарий относительно возможен при какой-то скоропостижной смерти Путина. Вы тоже считаете, что Путин равен в войне? Да. на что нельзя рассчитывать, потому что у него все хорошо со здоровьем и он им занимается. У меня пока нет никакого позитивного сценария, простите. Что тогда дает вам я даже не знаю оптимизм, надежду, ну вообще какое-то ощущение, которое позволяет действовать, в смысле... Позволяет действовать, необходимость действовать, а оптимизма у меня нет никакого. И в смысле прекрасной России будущего тоже? Неотдаленного будущего России не мешаешь? Мечта есть, но одно дело мечта, другое дело планы и надежды. Вот планов и надежд нет, а мечта безусловно нет. Я, пожалуй, закончу на этой ноте, пусть она будет нерадостной. Со мной был Евгений Чичваркин, предприниматель, не в бывшем, а в настоящем времени. Спасибо огромное за этот разговор. С вами была программа «Нюансы» на телеканале «Дождь». До скорой встречи. Продолжение следует...